здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая ваша тетя таня сейчас будет рассказывать про флоксы посмотрите какая красота вокруг меня вот эти флоксы слава богу крыса не съела съела частично ну кустов 15 то это же ерунда на самом деле то что сумела восстановить восстановила и это цветет просто невероятно красиво хотя уже отцветает я бы так сказала в этом году из-за жары понимаете катаклизм какой флоксы начинают цвести когда наступает прохлада вот эти изменения в природе человек даже не знает что произойдет с растениями поэтому если у вас что-то цветет не вовремя и плодоносит вы на природу то не обижайтесь примите как должное и радуйтесь жизни середина августа а у нас уже цветет все так что даже отцветает я уже сказала хочу сказать вот что про флоксы значит это старые кусты им по два так вру это старые кусты этот белый давид этот вот это молодой куст новенький совершенно но цветут они потрясающе а вот эти флоксы у них отдельная история когда крысы просто поели все что только можно и нельзя в этом цветнике я просто решила хотя бы какие-то там стебельки оставшиеся взять и начеренковать и я их начеренковала вот они вот эта клумба это прошлогодние черенкованные флоксы из каждого черенка вырос очень даже приличный куст посмотрите сколько стеблей 1 2 это 3 4 5 6 7 8 лежит 9 10 посмотрите какой шикарный куст причем и флоксы это очень красивые таким образом флоксы можно черенковать но делать это надо ранним летом когда его зеленая часть выросла сантиметров на 40 и еще нет цветочков вот в этот момент мы обрезаем стебель режем на черенки сантиметров по 15 и под 45 градусов убрав нижние листья втыкаем во влажную почву обжимаем все и прикрываем укрывным чтобы не было пересыхания почвы потому что найти место где легкая тень в саду или огороде практически невозможно когда культуры уже все посеяны либо посажены с осени поэтому прикрываем обязательно можно прикрыть не 17 грамм на метр укрывным а 30 по моему 30 называется так но это уже не важно значит я хочу вот что сказать а хочу сказать только потому что вопросы задаете все одни и те же у меня флоксы пропали что делать что я не так сделала вы не так их высаживаете глубина посадки флокса это хороший штык лопаты никогда у вас не изведутся флоксы пока их крыса не съест если вы посадили все правильно обязательно на дно лунки положите полное комплексное цветочное удобрение вы же их есть не собираетесь я очень люблю говорить об этом вы цветы не едите чего их не кормить хочу еди не понимаю зачем тогда вы их садите вот одним я навозом поливаю навоз отвечает за зеленую массу тот момент когда почвенные бактерии начнут вытягивать из навоза вещества перерабатывая их и превращая их там в калий и фосфор наступит очень не скоро азот работает на зеленую массу то есть на листья а цветочки то за счет чего должны появиться а вот это обилие цветущего куста откуда оно возьмется конечно это полное комплексное минеральное цветочное удобрение когда вы на дно луночки насыпали присыпьте слоем земли 5 сантиметров и потом посадите либо свой уже отрощенный черенок с корнями либо то что вы купите на ярмарке там на рынке не знаю где старайтесь подбирать коллекции которые по цветовой гамме будут разнообразными одна цвет ну то есть флоксы одного цвета не будут красиво выглядеть это будет просто поле какое-то розовое или ярко розовое или там фиолетовое всегда должны быть разные цвета и обязательное условие среди всех цветов должны быть белые посмотрите вот они белые это молодой куст почему да потому что белый цвет создает ритм для глаз на клумбе или в цветнике ведь это не обязательно клумба вы глядя на белый цвет глаза успокаиваются и вы снова воспринимаете все вокруг очень ярко и очень прям радостно без белого цвета заметьте вы не увидите эту красоту вот когда миксуешь флоксы то есть да на этой клумбе посажены розовые малиновые там вишневые вон голубоватые blue и здесь много еще флоксов маленьких которые не цветут но тем не менее все таки вот такой резкой разницы между цветами тоже не должно быть пускай будут сиреневые темно-розово-сиреневые голубоватые вот начинайте так чтобы у вас цвет переходил в цвет я хочу сказать что флоксы на самом деле но не так уж часто и болеют ваши болезни когда листики пожелтели и отсыхают на них точки и пятна это только потому что растение искусственно посажены на этом месте не получает из земли ничего что ему положено значит вы должны минералкой кормить однозначно вы это не едите поэтому сейчас пришло время флоксы цветут все понятно но пришло время первый раз мы уже прошли калий и фосфор для всех кто уходит в зиму а для флоксов обязательно а вот наступит 20 число ну хотя бы 25 пока идет нисходящее сокодвижение то есть да движутся соки в растении мы должны внести еще раз и калий и фосфор фосфор поможет им образовать хорошую развитую корневую систему а калий заставит образовать там под землей почки замещения которые на следующий год увеличат этот куст в два в три раза и каждый побег обязательно принесет вот такой цвет вот любой посмотрите какие красавцы я надеюсь что вас убедила и если уж ваши флоксы имеют точки там сухие какие-то листья внизу там начинают сохнуть если внизу сохнут значит вы мало поливаете а если уже наверху сохнут значит вы вообще не поливаете уж тем более не кормите но если заболевание явно видно либо оно начинается что гораздо лучше берите меди содержащие препараты хом оксихом этого вполне достаточно и обработка зеленой массы любого из этого растения обязательна для чего а для того чтобы вот это оставшаяся зеленая масса то есть зеленые листья на этом стебле еще очень и очень долго работали ваша задача будет состоять в том что сохранив зеленую массу эту зеленую фабрику для воспроизведения почек замещения вы еще сумеете по зеленым листьям полечить не будет листьев а как вы растение полечите она же листьями работает да отправляя все время все вниз в корневую систему и вытаскивая оттуда питательные вещества и кормит все остальное вот когда этот процесс идет тогда опрыскивание по листьям хомом оксихомом либо любым другим меди содержащим препаратом сработает и они у вас перестанут болеть но не забывайте что и вокруг флоксов их приствольный круг тоже нужно пролить ну хотя бы поверхность почвы или опрыскать как следует меди содержащими препаратами поэтому когда вы беретесь за какую-то культуру вы должны точно знать что с ней делать можно а чего нельзя а что делать обязательно всего доброго вам